Докажем квадратичный закон взаимности, то есть, как обычно, по его нечерные простые числа, по и неравному ку, при помощи так называемых сверток. Когда у вас есть функция, то вы можете, заданное на всех остатках вам у любви, вы можете организовать так называемую свертку. Вот смотрите, что здесь написано. Сумма х равна некоторой фиксированной величине а. И мы рассматриваем произведение значений х1пп умножить на х2пп и так далее умножить на хнпп. То есть, рассмотрим такую величину. Мы сейчас исследуем некоторые свойства. На самом деле, когда у нас будет, так называемое, преобразование Фурье, то все станет понятнее, потому что, слушай, на там эти самые свертки окажутся связывают между собой х1пп, это а. Значит, по определению это символ апп. Отлично. А теперь давайте разберемся, что такое с2пп от нуля. Тут должно быть х1пп плюс х2пп с равнимо с нулем. Ну, то есть, х2пп это минус х1пп. Значит, мы можем записать вот такую сумму. Ну, здесь от единицы до минус 1, потому что 0 бессмысленно представляет 0пп это 0. А это что такое? х2пп это единица. Значит, здесь п-1пп слагаемое, каждая из которых это символ минус 1пп. Вот это здесь написано. с2пп это минус 1пп умножить на п-1. Хорошо. Теперь посмотрим, можно ли заменить переменные. пусть а не равно любви. Здесь вот в этой формуле а не делится на п. Пусть а не равно любви. Тогда можно вместо аликсов подставить ау1, ау2 и так далее ау1. И у нас просто остатки как-то переставятся. Можно сказать, что сумма у это единица. Ну и при этом естественно здесь это будет ау1. Я конечно не прав, потому что здесь надо было я пропустил здесь символ а по п а в степени потому что каждый из у был вместе с ажкой. Я потом не забыл написать. Давайте даже так. Для того, чтобы всем казалось, что я заранее буду смотреть, давайте я здесь напишу внутри а в степени а здесь напишу не а в степени и вот замечательное свойство. Оказывается главным является такое число sn от единицы а ну и sn от нуля нужно отдельно считать а все остальные очень легко выражаются. Заметьте, если n нечетное то здесь получается символ а в а если n четное то просто напросто все значения неравны. Отлично. Теперь еще одно замечание про эти самые суммы. Что будет если при фиксированном n просуммировать sn от а от нуля до пминус или то есть по всем возможным а. Тогда фактически у нас вот это условие про сумму х исчезнет и мы получим просто независимо друг от друга и кстати тогда х н привлекают полную систему вычетов. Это означает что на самом деле нужно возвести в n степень просто сумму символов х по прайминус а вычетов столько же сколько не вычетов ну и значит ноль. Таким образом таким образом сумма значений с н это ноль поскольку мы знаем с второе от нуля это минус один по п умножить на 3 минус 1 и поскольку все другие с второе от ненуля равны между собой мы получаем замечательную вещь с второе от любого ненулевого остатка это минус минус один по п вот так надеюсь все поняли да с н от нуля для нечетного н ноль именно потому что вот здесь у нас стоит нечетное число фактически стоит символ апп и когда вы суммируете с н от нуля с до дидц тогда с н от минус и ниц то вот здесь вот везде кроме с н от нуля слагаемы разбиваются на пары вычетов не вычетов пор ну то есть сумма символов это ноль и значит вынужденно при нечетном н с н от нуля это ноль так ну мы достаточно много сделали для того чтобы переходить к собственно доказательству этим способом квадратичного закона взаимности мы сейчас вычислили с ку т то есть вот здесь вот вместо н напишем ку ну например с ку т от единицы потому что вы понимаете что если одно нашли то остальные уже вычислил это индукции и просто переходя от числа к числу к которому прибавили двух предположим что мы с н уже знаем а нас интересует с н плюс второе от единицы ну что это такое это сумма когда есть такие вот х1 и так далее х1 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 х2 х2 в сумме сравним с единицей и там везде берем от каждого символа и жанра перемножаем но это же можно разбить на сумму первых х2 обозначить какой-то буквы а и сумму двух последних обозначить это один минус а таким образом у нас фактически речь идет о вычислениях свертки с н и с второго хорошо соображаем если а равно нулю то с н от нуля ноль вот даже здесь еще осталось н черное число у нас с н это просто просто ноль поэтому здесь можно ноль не учитывать если единица а то это вот здесь написано это слагаемое написано просто отдельно нужно тогда взять с н от единицы вот оно здесь и дальше дальше сюда подставить что такое с второе от нуля у меня здесь вот выписано это минус один по п умножить на п минус один зачем я написал латин по п я не знаю это от избытка чувств это все равно единица вот давайте я сотру будет лучше интереснее вот это интереснее вот это есть формула которая при нечетном н выражает с н от а это есть с н от единицы умножить на символ а по п это доказано значит если я его пишу и у нас есть значение с второе от ненулевого числа вот оно здесь написано минус минус один по п опять я его даже сюда еще раз переписал но в любом случае формула верна вот этот минус он написан здесь в общем все хорошо осталось чуть-чуть осталось вынести общий множитель с н от единицы общий множитель минус один по п и у нас с вами тогда получится смотрите что смотрите что получилось вынесли с н от единицы минус один по п в нижнем слагаемом осталось п минус один а из верхнего со знаку минус пришла сумма символов лежан взятая от двойки до минус единицы но символ один по п равен единице поэтому я могу сюда добавить еще этот символ и вот эта минус единица войдет в внутрь суммы а такая сумма по всем ненулевым вычетам хотя если ноль то включить тоже ничего не изменится потому что это ноль такая сумма как мы знаем равна нулю символов равных единице столько же сколько символов равных минус единице значит вот эта скобка это просто п и получилась роскошная формула мы при переходе от числа к следующему нечетному числу должны умножать на п и должны умножать на символ минус один по п если нас интересует с qt от единицы то применив q-1 пополам раз эту формулу мы получим что с qt это с первая от единицы умножить на символ минус один по п в степени q-1 пополам и умножить на п в степени q-1 пополам давайте я эту формулу также напишу потому что доказательство уже фактически закончено все что действительно нужно было сделать мы сделали вычисления были конечно достаточно скучные но с другой стороны полезные надо уметь работать с такими суммами итак с qt от единицы это с первой от единицы то есть символ один по п то есть просто единица это даже могу не писать умножить на минус один в степени п минус один пополам умножить на q минус один пополам умножить на п в степени q минус один пополам ну понятно по первому полномерно количеству доказательности я символ минус один пополам записал как минус один в степени например минус один пополам теперь давайте увидим что у нас уже есть у нас есть замечательная вещь п в степени q-1 пополам мы знаем что п в степени q-1 пополам это так называем критерий гейлера сравним с п по q по мудру q значит если я сейчас докажу что с у д п единицы сравнимо с символом q-p-p то это будет победа потому что смотрите вот если у меня здесь фактически перейти к модуле q фактически если у меня здесь стоит символ q-p-p а здесь у меня стоит фактически символ p парку ну а здесь это самый минус 1 степень по минус 1 пополам на бурю цель пополам то собственно это и есть фактический закон зависит Для того, чтобы доказать это, надо всего лишь вспомнить определение. Что такое SQT1? Это сумма, взятая по всем наборам остатков. Сумма которых дает остаток один определение на P. Таких вот произведений X1 по P умножить на X2 по P, умножить на Xn по P. Отлично. Но если нас интересует именно QT, то есть стандартный прием, можно прокручивать. Вот у нас есть числа X1 и так далее, XQT, а можно написать X2, X3 и так далее, XQT, X1. А можно еще прокрутить, написать X3, X4 и так далее, XQT, X1, X2. Второй этап по кругу. В результате каждый набор превратится в Q наборов. Каждый, кроме случая, когда все X одинаковы. Так вот, когда среди X есть хотя бы два разных, то все эти Q наборы будут разные. Но при этом произведение, поскольку произведение не зависит от порядка множества, будет одно и то же. И значит по модулю Q такая штука внесет нулевой вклад. Будет делиться на какую-то сумму. И единственное, что мне осталось, понять, чему же соответствует ситуация, когда все X одинаковы. То есть, когда написано X плюс X плюс X, так по раз. И это сравнимо с единицей. Ну, такая ситуация единственная. И все эти самые X тогда равны одной QT по модулю P. То есть, здесь фактически написано, одна QT, одна QT и так далее, одна QT. Замечательно. Но сколько их штук? Нечетное число, Q нечетное число. Значит, фактически это то же самое, что одна QT, взятая как символный жанр. Ну, хоть брать от Q, хоть от одной QT, это одно и то же. Потому что число Q является квадратом тогда и только тогда, когда является квадратом одна QT. Вот я и объясню. С QT от единицы. Это действительно QP в модулю Q. Кудратичный закон зависит от раз. модельщик, счастливый суд и внутринкт на какого-то языка первой, Продолжение следует...